38,5 миллионов тенге освоили в прошлом году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в Жамбылском районе. Один из участников проекта – предприятие «Адамян». На что взяли кредит, узнавала Ирина Панфилова. «Гагик Адамян» в очередной раз осматривает новенькую «Газель». Совсем скоро жители Пресновки смогут добраться на этом транспорте в Курган Российской Федерации. Кстати, это не единственный новый маршрут, который появился в Жамбылском районе в текущем году. Чуть больше месяца назад «Гагик Адамян» открыл еще один – «Светодуховка-Петропавловск». С господдержки по дорожной карте 20 на 20. Вот купил два автобуса, рабочее место создаю. В общем, поддержка государственная есть. Стараемся, чтобы не подводить. Общая сумма займа – 15 миллионов 715 тысяч тенге. Отдать долг перевозчику необходимо в течение пяти лет. 7% просубсидируют государство. Помогли предпринимателю и с обеспечением залога. Всего в 2014 году в Жамбылском районе в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» было реализовано три проекта. Было освоено 38,5 миллионов в 2014 году. В этом году у нас уже есть реальных четыре потенциальных участника, которые готовят бизнес-планы. И я думаю, что в этом году мы увеличим количество заявок, так как государственная помощь оказывается, ее нужно использовать. В Казахстане госпрограмма «Дорожная карта бизнеса-2020» была запущена в 2010 году. За это время в нашем регионе одобрено 365 проектов. Общая стоимость превысила 28 миллиардов тенге. Ирина Панфилова, Владимир Боровков. Новости МТРК. Продолжение следует... Продолжение следует...